Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам, какое решение я нашел и применил для отделки стен в каркасном доме. Также хочу рассказать в целом, из чего состоит стена каркасного дома и что важно учесть на этапе строительства, чтобы все это правильно работало. Также поделюсь советами и лайфхаками, к которым я пришел во время стройки или подсмотрел и применил. Присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. В мае 2023 года начал возводиться каркас дома. Использовалась сухая строганая доска вот с такими фасками. Слышал, их называют противопожарными. Смысл такой, что доска со снятой фаской немного труднее загорается и у человека есть дополнительных пару минут, чтобы успеть покинуть помещение. Но речь не об этом. Доска сухая и строганая. И, как правило, ровная. Да, она дороже нестроганой сухой и тем более дороже доски естественной влажности. Но из доски естественной влажности каркасный дом строить крайне нежелательно, так как она начнет сохнуть и ее будет крутить. И также она будет уменьшаться в размерах, что приведет к образованию щелей. А это уже вопрос несущей способности. С сухой доской таких проблем не будет. А также сухая строганая доска при правильном монтаже каркаса позволит нашивать плитный материал прямо по стойкам и не понадобится выравнивать стены брусками и уголками, что приводит к дополнительным тратам на материал и работу. А также съедает с каждой стены по 4-5 сантиметров в зависимости от выбранного бруска. Сегодня речь идет о стенах и у меня они выполнены из доски 45 на 145 с шагом 640 миллиметров по центрам. Соответственно, если выполнить утепление только по стойкам, то, на мой взгляд, толщины утеплителя в 150 миллиметров не совсем достаточно для проживания зимой. Плюс сама стойка будет мостиком холода, поэтому снаружи был набит брусок перпендикулярно стойкам и выполнены контур утепления. Утеплитель должен монтироваться ровно, без щелей, немного в распор. Не должно наблюдаться очевидных складок и заломов. И в стойку 145 миллиметров не стоит пытаться вставить 200 миллиметров утеплителя. Толку от этого не будет, а возможно будет хуже, так как греет не утеплитель, а воздух в нем. Точнее не греет, а уменьшает теплопотери дома. Для каждого случая регион нужно считать отдельно, какая необходима толщина утепления. Имейте это в виду. Далее утеплитель снаружи зашивался ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Она не впускает влагу с улицы, но выпускает влагу наружу, если каким-то образом она туда попадет. Далее еще один слой бруска 50 на 50 и на него уже смонтировано ОСП 12 миллиметров, торцы которой я обычно прокрашиваю, так как ОСП торцы самое уязвимое место, через которое она может взять влагу и вздуться по краям. ОСП прибита через брусок для обеспечения вентзазора. Как я говорил, мембрана может выпускать влагу изнутри, чтобы эта влага проветривалась. Для того и делается вентзазор. Воздух непрерывно циркулирует снизу вверх. Итак, дом зашит ОСП снаружи, который желательно закрыть в ближайшее время. Особенно в стороны, на которые попадают осадки и мало солнца. Самым оптимальным по деньгам и качеству мне показалось использовать вот такую гибкую фасадную плитку Хауберг. Производит ее компания Технониколь. Она чем-то похожа на гибкую черепицу на кровлях, но немного по-другому выглядит. Тут гонты размерами метра, на 20 сантиметров. Работать с ней легко и достаточно быстро. Делать это лучше вдвоем. Один держит и подносит, а другой бьет. В одного можно, но получается дольше. Так как некому придержать, поэтому я использовал степлер как помогатор. Пробивал им целый ряд и затем убедившись, что ряд ровный, пробивал все гвоздями. Не успел я в этом году полностью смонтировать фасад. Октябрь был сильно дождливым, а в ноябре внезапно выпало огромное количество снега. Все завалило, и я не смог продолжить. Дождусь либо оттепели, либо весны. Внутри дома выполнено утепление по стойкам и закрыто все пароизоляции. На пароизоляции советую не экономить. Выбирайте от 150 микрон, это важно, чтобы весь внутренний контур дома был пароизолирован и влага не подала в утеплитель. Все стыки пароизоляции должны быть проклеены специальной лентой. Проклеивать нужно даже отверстия от скоб степлера. Различные проходные отверстия от проводов, вентиляция и так далее. Так будет меньше шансов у пара попасть внутрь утеплителя. После монтажа черновой электрики можно приступать к закрыванию каркаса плитами. Я использую строительные плиты QuickDeck Professional толщиной 16 миллиметров. Такими же я пользовался при отделке мастерской. Мне понравилось. Там они были просто покрашены и уже выглядели хорошо. В доме же я планирую их зашпаклевать и поклеить сверху обои. В прихожей и котельной решил использовать плиты QuickDeck Plus. Они сразу ламинированные и получается уже финишное покрытие. Листы большие и стыков немного. Если плиты QuickDeck Professional я проклеивал по стойкам и на стыках влагостойким клеем D3, а также прокручивал саморезами, то ламинированные плиты QuickDeck Plus я уже приклеивал по стойкам полиуретановым клеем D4, а на стыках D3. Также в шип пробивал финишными гвоздями. Держится намертво. Расход клея небольшой. Купил 3 килограмма, по факту ушел один. Удобно оказалось работать аккумуляторным финишным пистолетом. В мастерской потолок я бил пневматическим и помню как меня достал этот шланг. У меня просто есть небольшая 24-вольтовая линейка Greenworks. Поэтому я взял только тушку. Для вот таких непромышленных задач самое то. Могу порекомендовать, если ищете себе такой пистолет. Обычно проемы я не вырезаю заранее, а просто зашиваю листом. Лишнее потом вырезаю кромочным фрезером с прямой кромочной фрезой с нижним подшипником. Нашел самую дешевую тонкую 8-миллиметровую. Да, пылит, но я подключил пылесос и пыли не так много. В любом случае пыль потом легко убирается. И так в любом случае быстрее и точнее, чем вырезать этот лист заранее. Внутренние стены утепляются с целью звукоизоляции, а также огнезащиты. Я использовал того же производителя, что и на внешних стенах. Только это предназначено для шумозащиты. Вообще звукоизоляция в доме это отдельная тема и там можно очень сильно заморачиваться. Но для более-менее комфортного проживания достаточно с двух сторон обшить плотной плитной обшивкой, в моем случае квикдек, и 150 миллиметров утеплителя. Как я говорил, я использую вот такую шумозащиту. Кстати, раньше я резал утеплитель обычным канцелярским ножом, но был на какой-то выставке и заполучил вот такой специальный нож. Вот он крайне удобный. Я режу утеплитель прямо на весу, без рулетки. Просто отмеряю лист утеплителя по стойке и немного сместив его отрезаю. Длинное лезвие не дает сильно вилять резу, а также длина ножа позволяет использовать его как некую направляющую, чтобы навскидку прикидывать, куда придет рез. Вот этой волнистой стороной удобно резать утеплитель, а вот этой ребристой удобно вскрывать пачки и делать разные подрезки. На данный момент стены еще полностью не закрыты, но как раз в процессе сразу вырезаются отверстия под розетки и выключатели. В доме уже стоит и постоянно работает один конвектор на 2 кВт, включен на минимум и держится температура в доме примерно 9-10 градусов, что вполне комфортно для работы. Друзья, вот такое небольшое ознакомительное видео я подготовил. Надеюсь, для себя взяли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки и пишите в комментах вопросы, замечания и предложения. Также не забывайте подписываться на канал, если не подписаны, и подписывайтесь на канал в телеграм, там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!